Доброго времени суток, дамы и господа! С вами я, Исмаил Джалилов, на азербайджанском канале Дюстан Шах, что переводится на русский, как «Поговорим на чистоту». Мы вещаем из Соединенных Штатов, из столицы, из Вашингтона. Давайте поговорим о глобальной политике. Давно мы этого не делали. То есть мы с вами разговариваем очень часто на региональные темы, мы говорили об Украине, мы говорили, конечно же, об армяно-азербайджанском конфликте. И мы последние несколько дней говорили о ситуации в Казахстане. Все это, конечно, правильно, все это очень интересно. Но мы забываем, что мы живем где-то в мультиполярном мире, и многие даже скажут в трехполярном мире, Соединенные Штаты, Россия и Китай. И, конечно же, взаимоотношения между двумя супердержавами России и Соединенными Штатами оставляют свое влияние. Конечно, они оказывают влияние. Конечно, они сильно предопределяют, что происходит и в наших регионах, и на бывшем постсоветском пространстве. И чтобы всю эту ситуацию, все, о чем мы говорили, поставить в какой-то определенный контекст, я пригласил сегодня своего коллегу по Ютубу, автора канала «Раштин репорт», на котором я, кстати, недавно тоже побывал в гостях. И одновременно я за этим каналом время от времени послеживаю, то есть я смотрю, что там происходит, мне интересно и точка зрения самого автора, и его гостей. И поэтому я решил познакомить нашу аудиторию с ним, конечно, тех, кто его уже не знает. Описание его канала будет в описании этого видео, для тех, кто захочет, может быть, пойти и посмотреть, что там происходит. Юрий Раштин – политик на местном уровне в штате Висконсин, для тех, кто, объясню коротко и доходчиво, и также он является инструктором по коммуникациям в университете Висконсина и автор YouTube-канала. Он с нами сейчас на проводе из Соединенных Штатов. Юрий, добро пожаловать. Очень признательно, что вы нашли время и поговорили с нами, то есть поговорите с нами сегодня. Добро пожаловать к нам на канал. Спасибо вам, Исмаил, очень рад. Давайте общаться, вообще замечательные идеи, потому что все больше и больше интересных людей заводят свои собственные YouTube-каналы, высказывают свою точку зрения. Мне кажется, в общении вообще просто самая такая крутая вещь, поэтому я очень люблю, приглашая себе гостей в гости, и общаться с разными людьми. У меня такой канал, который даже, в общем-то, меня там не так много, как больших моих гостей, потому что мне нравится задавать вопросы. Мне нравится задавать вопросы, а потом слушать, но иногда приглашают меня. Я выдавал свои мнения, я просто, я еще и музыкант, и как музыкант, я понимаю, у меня, так сказать, есть свои разные роли. Вот сейчас я как бы больше в роли солиста. Ну вот недавно я побывал у вас на канале в роли солиста, было довольно-таки интересно. Я надеюсь, что мы с вами еще поговорим о геополитике, потому что наш с вами разговор там немножко ушел, ну, аудитория ваша увела немножко в другую сторону. Ничего, это бывает, это очень интересно иногда тоже на все эти темы поговорить. Давайте поговорим об отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Мы не дали, как 20 минут назад с вами общались в эфире другого канала. Многие эти темы мы уже подняли. Но вот давайте поговорим о том, что происходит на постсоветском пространстве. Как вам кажется, не сдают ли Соединенные Штаты свои позиции по всему бывшему Советскому Союзу? Не признают ли Соединенные Штаты, если не на словах, то, скажем так, на деле, что это, в общем-то, сфера влияния России и Соединенным Штатам нужно оттуда как бы уходить и тут править балом будет Российская Федерация? Ну, если рассматривать это с точки зрения того, что кто сейчас больше всех хулиганит, то Российская Федерация выигрывает этот приз. Но, с другой стороны, что-то вроде очень много стран обрадовались, когда Соединенные Штаты в лице Джо Байдена появились на саммите НАТО еще прошлым летом, как они все активизировались. Так что Соединенные Штаты еще очень нужны. У нас было четыре года, когда мы просто пошли просто обратно и вместо Америки, которая помогла всем, мы решили вести себя как Америка, которая знает себе цену. И мы будем вот так со всеми разговаривать. И это не Америка, это не американский подход. Нас так рассматривают наши враги. И сейчас я рад, что у нас нормальная дипломатия, когда мы пытаемся влиять там, где мы можем это позитивно сделать. Украина очень хочет нашей поддержки, и это замечательно, потому что Украина это очень важная часть стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. Это просто такой взаимовыигрышный вариант, мне кажется. Так же, как Тайвань оказался бенефициаром противостояния Китая и Соединенных Штатов, таким образом Украина просто выигрывает от того, что происходит противостояние с Россией. Насколько Россия опасна? Ну, извините, она ближе. Поэтому ее танки всегда могут оказаться там быстрее. Если бы мы говорили о какой-то там, я не знаю, активной Канаде, то тогда Соединенные Штаты, да, были бы первыми, кто должны были бы противостоять. На данный момент я очень рад, потому что мы слышим абсолютно разумную политику по отношению к Украине, по поводу того, что собираются вооружать, давать больше вооружений, усилять все НАТО. Все идет как бы... Все идет путем, просто надо понимать. У Владимира Высоцкого есть много замечательных песен, включая про джина из бутылки. И с этим джином из бутылки выясняется, что кроме мордобоя никаких чудес. И поэтому мне кажется, что люди, особенно когда их довел Владимир Путин, хотели бы так ему, ну, показать физически, что они о нем думают, потому что из-за страданий, которые они от него как бы пережили, его режима. Но Запад, во-первых, к счастью, мы так еще не пострадали, слава богу, что мы готовы просто его вздернуть на первом, я не знаю, фонаре. А с другой стороны, политика на Западе, опять же, как вы знаете, происходит просто другими путями и способами, и кровопролитие мордобоя пытаются избежать. Это не является целью общения, как бы давайте разобраться, где мы будем биться. Нет. Давайте разобраться, как мы можем избежать мордобоя. И поэтому, опять же, просто все зависит от оценки. Мне кажется, что Соединенные Штаты сейчас как никогда готовы помогать всем странам, которые заинтересованы в сотрудничестве, в их помощи. Это очень уникальный момент. Я вот вас слушал и думал, вы скажете сейчас вписать, вставить, вмазать, там, вбить в торец и так далее и тому подобное, но вот вы избежали этой лексики. Хиджран Мамядова, наш зритель, задает вопрос на миллиард долларов. Боится ли Запад России? Давайте поговорим вот о чем. В России усиливается вот такая воинственная логика, там постоянно говорится о каком-то гиперзвуковом оружии, о калибрах, там, о всем таком прочем, какие-то новые разработки, военно-космические силы и все такое. Как, по-вашему, наблюдая из Соединенных Штатов и вообще из коллективного Запада, как это любят говорить наши друзья-пропагандисты в Кремле, страшна ли Россия? Страшнее кошки-зверя нет. Вот страшна ли Россия Западу сейчас? Знаете, это очень интересный вопрос, но в более глобальном смысле, потому что я об этом читал несколько лет назад. Филипп Киркоров где-то сказал, что вот я появляюсь, я говорю, что я русский, я вижу, как люди меня боятся, и мне это нравится. Ага, Филипп Киркоров записался в русский, это вообще-то очень интересно, но ладно. Ну да, ну как, да, по надобности, по нужде. Как это, Джерар Депардье. Вот. И, значит, мне показалось это очень странно. Ну что такое за подход, что русских боятся? А потом я стал замечать, действительно, вот особенно я нашел такой интересный факт в статье, где были перечислены вещи, которых боятся афроамериканцы. Я думаю, ух, как интересно, потому что это не моя культура, надо его интересно узнать. И мне прислали ее, и там было, значит, написано, что, например, очень боятся тараканов, потому что тараканы, вот когда видишь тараканы, это бедность. Это вот сигнал бедности, поэтому тараканов ненавидят бояться. Я не знал. И оказывается, в одном из этих пунктов стоят русские. Оказывается, афроамериканцы как-то побаиваются русских, потому что они какие-то отмороженные. Бывают какие-то странные вещи, делают с ними иногда как-то трудно договориться. Странные люди. Вот так. Поэтому в этом смысле репутацию такую Владимир Путин поддерживает. Его побаиваются, его опасаются. Мне кажется, что на самом деле на Западе недостаточно опасаются Владимира Путина в том смысле, что мы как бы только сейчас начинаем понимать влияние его коррупционной составляющей, которая просто расплескивается по всему миру, потому что есть вот количество денег у них дофига. Я думаю, особенно с криптовалютой они тоже еще там подзаработали, поэтому деньги есть. А вот этими деньгами купить власть напрямую через помощь в выборах подбросить туда-сюда, купить. Там, я не знаю, у Макконнелла в Кентаке Дерипаска вложил 300 миллионов долларов в алюминиевую фабрику. Наверное, этот человек теперь имеет какое-то влияние на политику местную каким-то образом. Может, сколько людей там работает и вообще. Поэтому таким образом, вот это, мне кажется, считается, как бы надо больше следить за этим. Хотя именно у Дерипаски как раз вот был обыск в Вашингтоне, в его особняке. Так что надежда есть, что этих олигархов вот опять же при Байдене начнут как-то к ногтю прижимать, потому что надо что-то делать с этой угрозой. Но одно дело, когда Путин стоит там у себя в Кремле и трясет кулачком всем нам, это как бы ну окей, он там опять на лошади выскочил полуголый. Окей, бывает. А у человека своих, у всех своих заскоки. Там он нырнул на дно, вынырнул там с амфорами. Окей, whatever. Но когда... Лучше бы он с комсомольцем вынырнул в свое время, чем с этими амфорами. Я уж прошу прощения за такое, да. Я говорю о подводной лодке, которая потерпела крушение и так и не дали, ни сами не спасли, ни американцам не дали их спасти. Курск, если не ошибаюсь. Курск, я извиняюсь, да, Курск. Вот. Нет, вот именно, понимаете, когда есть опыт, понимание, что такое Владимир Путин, то действительно оставаться таким неэмоциональным и отрешенным тяжело, когда список его преступлений длин и можно долго его перечислять. И я не люблю это делать. Любой, кто это может, так сказать, посмотрите по интернету от Беслана до Норд-Оста, от Курска до выборов в России, демократии, людей, которые... Алексей Навальный, господа. Вот. Так что есть причины как бы опасаться, потому что, к сожалению, пока что мы наблюдаем за режимом, который просто, в общем-то, работает в режиме безнаказанности. И наказания как бы пытаются и бросаются, и они превращают эти санкции в страну, я боюсь, все больше и больше Северную Корею, когда, конечно, это еще нам далеко. Какая Северная Корея? Это Северная Корея далеко? Я понимаю, но это уже не страна, развивающаяся Европой или Северной Аммиг. Были же какие-то несколько лет в начале 2000-х, когда вот еще только Путин пришел к власти, но еще экономика развивалась, особенно после 11 сентября, когда там, так сказать, всколыхнулось все, что произошло. Россия же на этом очень выиграла, но не использовала вот эти золотые годы. И теперь после Крыма особенно страна стала изгоем. И вот это все накапливается, это и накапливается, и ну вот теперь еще может быть больше санкций. Просто, как сказать, в этом климате, когда Путин говорит о том, что ему нужны какие-то гарантии безопасности, это больше напоминает начало Второй мировой войны. Хотя России неплохо бы подумать о Первой мировой войне, которая печально закончилась не только для Российской империи и ее правителя Николая Второго, но просто совокупность событий, которые мы наблюдаем, когда и пандемия, и разруха в экономике, и война, которая сейчас устроит себе войну с Украиной полную, то это вот просто, ну, то, что все, что как бы профессионалы описывают как нужные факторы для того, чтобы рухнула либо страна, либо режим. А если рухнет, то, возможно, и страна развалится. Вы знаете, давайте от обратного, да, вот Путин, он не стесняется заявлять о том, где у России лежат красные линии, красные черты. Соединенные Штаты, мне кажется, это мое мнение, вы, конечно, можете со мной не согласиться, я дам вам на это полную возможность, Соединенные Штаты как-то помягче, как-то побаиваясь, говорят об этом. И вообще, меня, например, напрягает то, что в России вообще слово санкции превратилось в какой-то вот предмет для ха-ха. Понимаете, там не, ну, одна их звездочка выходит там, у нее на груди написано, не смешите мои скандеры. Там, ну, санкции превратились просто в повод на то, чтобы поиздеваться над коллективным западом. Я вот пользуюсь таким, такой формулировкой Кремля. Когда эти санкции перестанут быть беззубыми? Вот в последнее время мы все чаще слышим о том, что ответом на нападение на Украину будет отключение России от системы межбанковского обмена SWIFT. Все это, конечно, хорошо и страшно, и шумно, и очень интересно звучит на бумаге. Но давайте подумаем вот о чем, да, вот какое действие и какое противодействие. Действие — это захват суверенной страны, нападение на суверенную страну, а противодействие — это отключить российские банки от SWIFT. Адекватно ли вот такого рода вот санкции применять, да? Или все же на силу надо действовать не экономическими какими-то рычагами, а уже какой-то ответной силой? Что может сделать Запад вот за исключением того, чтобы отключить российские банки от SWIFT, там сказать «Ай-яй-яй, как нехорошо, как нецивилизованно». Ну, то, что мы видели после Грузии 2008 года. Вот что есть в арсенале западных стран, по-вашему? Я считаю, что нужно использовать все рычаги и не пытаться использовать военный рычаг первым. Если есть экономические рычаги, которые можно использовать, значит, их нужно использовать. Да, можно обсуждать масштабные, секторальные, эпохальные, любые санкции, но в конце концов все сводится к тому, насколько страна связана с остальным миром. Потому что вот столько, ну, уже нельзя санкциями как-то навредить больше Северной Кореи. Она уже и так под всеми как бы санкциями находится. Поэтому просто загнать Россию в состояние Советского Союза, который они хотят географически, но они, кажется, получают политически, что они будут сидеть в такой ситуации, когда нельзя не высунуться, не сказать ничего. Это будет... Ну да, тогда мы как бы... Если мы не продаем больше джинсов, то мы не можем им продавать меньше джинсов, потому что мы им уже как бы... Ну, уже все закончилось. Поэтому, да, в какой-то момент эффект санкций иссякает. Вы знаете, у меня был такой момент. Год назад я пытался помочь ситуации, когда еще как бы была надежда, что ситуация, возможно, не будет такой напряженной, а в другую сторону пойдет в Украине, в Восточной. Я вот на своем канале связался и поговорил с семьей людей, которых у них родственники пропали в Восточной Украине, и они пытаются понять, как бы, где они арестованы, что происходит и так далее. Я связался со своим конгрессменом, с его, так сказать, с его делать. И, естественно, ну, как не естественно, к сожалению, из-за того, что мы знаем о ситуации, это не увенчалось успехом, потому что Олег Сенцов и та группа была последней, кого освободили по такому обмену. Но мне была интересна реакция Стафора, которая, значит, она объяснила, что, понимаете, если бы мы... Если бы это было, скажем, в Латинской Америке, где мы даем какие-то гранты, мы даем деньги людям, то тогда вы могли бы сказать, вы знаете, вы можете потерять эти деньги, давайте возвращайте людей, это было бы плохо выглядело на вашей аппликации, если бы у вас тут, так сказать, трупы валяются. Я переварщиваю, утрироваю и так далее. А с другой стороны, в Украине, в Восточной Украине никакого влияния финансового, экономического нет, поэтому тяжелее получить какие-то реальные результаты, потому что, да, можно всегда, понимаете, я ухожу в сторону, можно сбросить бомбу, расстрелять, все можно сделать, физическое, но если это можно решить экономическим способом, дать награду, выкупить, ведь как бы было бы прекрасно, если можно было, если бы Владимир Путин написал какую-то цифру на бумажке, чтобы ему заплатили, и он ушел оттуда, это было бы настолько проще, чем его оттуда выковыривать или ждать, пока его биологические часы как бы сами закончатся. Так что экономическое решение это неплохое решение, когда она работает. Юрий, вы знаете, меня очень часто в западном, скажем так, преломлении, исполнении, очень напрягает вот этот постулат, что вот Путин уйдет и все в России будет хорошо. Вот мы об этом говорим как о данности, да, как об аксиоме, но если честно, давайте посмотрим на ситуацию немножко под другим углом. Это еще не данность, никто не обещает, что на место Путина не придет очередной, никому сейчас неизвестный человек из недр там КГБ, я все это условно называю КГБ, потому что там название миллион, а сущность, по-моему, не поменялась со времен аж НКВД. Вот придет какой-то никому неизвестный человек из там не из Питерской, там и Екатеринбуржской подворотни, да, допустим, мы его не знаем, не слышали, не видели, и вдруг бат себе он президент России, и Бог знает, какую политику он будет вести дальше. Вот просто чтобы продемонстрировать это, да, я общаюсь с определенными, скажем так, выразителями определенного мнения в России, которые мне говорят, что правое, скажем так, правое крыло российского политического спектра вообще обвиняет Путина чуть ли не в капитуляции перед Западом, то есть там существуют силы, которые Путина считают недостаточно жестким и жестоким. Вот если они придут к власти, что нам тогда делать? Ждать, пока этот человек тоже его биологические часы закончат. Мы же не знаем, что будет после Путина, вот в чем вопрос. Ну, во-первых, дожить бы до этого счастливого дня, а во-вторых, знаете, может быть, так сказать, коллективный Путин, может быть, не рухнет, потому что да, придет следующий, там команда, действительно, у них команда есть, и кадров на эту позицию, я думаю, хватает из своих, уж точно они не будут идти в тюрьму, выпускать Навального и просить его стать следующим президентом России. Это вот, ну, на это надежды нет. Хотя, черт подери, знаете, как было прекрасно, как Налсон Манделла, когда... Но там вот другая страна, другая культура. Южная Африка – это не Россия, хотя сравнивают Россию с Африкой под снегом, но это... Но Южная Африка была в тот момент на более высоком уровне понимания своей человеческой миссии. Так что, что будет после Путина? Знаете, после Сталина был в какой-то момент, на какое-то время Берии, и говорили о том, что, насколько я понимаю, он должен был быть очень либеральным, но его свои же съели. Но при этом он был монстром сам по себе. Поэтому я вспоминаю о том, как, когда пришел к власти Горбачев, и мне моя мама объясняла, что хорошие люди к власти тут не приходят. Окей, это надо, так сказать, как бы понимать, такие основные данные. Поэтому, когда в нормальной стране мы смотрим на политику и узнаем, сколько грязи у этого человека, который готов служить народу, сколько скелетов у всех можно найти какого угодно уровня. А уж у диктаторов-то, да, ну там в России и там дофига скелетов. Поэтому, что будет после Путина? Праздник, бал, карнавал, а потом будем разбираться. Вы знаете, вот мы с вами заговорили о деньгах, о том, что Соединенные Штаты, вот Дерипаска, вы упомянули, вот Русал, вы упомянули алюминиевые интересы у Митчо Макконнелла, американского политика, да, крупного, в его же родном штате. То есть те, кто понимают, как работает политика в Соединенных Штатах, поймут, о чем мы говорим. Давайте поговорим вот о чем. Меня интересуют российские деньги, вот огромное количество, несчитанное количество долларов российских, которые Россия направила на пропаганду. То есть она взяла американский опыт с голосом Америки, радио «Свобода», «Свободная Европа» и как бы воссоздала что-то подобное. «Спутник», я читал внимательно во время войны между Арменией и Азербайджаном, «Спутник российское и навещание», то есть есть «Спутник Азербайджан», «Спутник Армении», они вот как будто две разные, скажем так, компании, да, вот неуправляемые из одного и того же центра. Совершенно, скажем так, информацию, скажем, ну, не противоположную, по духу передавали. То есть один в угоду аудитории в Азербайджане, другой в угоду аудитории Армении, ну, бог с ним. Russia Today, ее влияние на Брексит, Russia Today и ее влияние на желтые жилеты во Франции, да, Russia Today и Соединенных Штатов поперли довольно-таки быстро, разобрались, да, но меня интересует сам, скажем так, сама логика, сам подход. Не стала ли опасна Россия в этом плане? Не стала ли Россия очень четко и хорошо разбираться в том, как можно использовать инструменты пропаганды? Вот вы заговорили о темнокожих в Америке, вы заговорили о том, что какие-то месседжи посылались, да, определенным группам. Фейсбук прекрасно знает, и это уже признается публично, да, прекрасно понимал, что происходило с вот этими группами российского влияния перед выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Все это собирая воедино. Не опасно ли Россия не только в военном плане, но и в плане информационной войны. Очень много дезы, очень много вот такого рода провокационной информации исходит из непонятных источников. Наши люди, к сожалению, вот я это открыто заявляю, пусть на меня аудитория не обижается, в Азербайджане не очень-то любят разбираться в источниках. Тут речь не о моей аудитории конкретно, а я говорю азербайджанское общество в целом. Раз что-то написано, да, бог с ним, в Америке то же самое. Что-то написано в интернете, значит, это правда. Не опасна ли Россия с этой точки зрения? Я вам задаю вопрос как преподавателю коммуникации. Исмаил, Россия очень опасна в смысле пропаганды, потому что она понимает, насколько пропаганда эффективна, насколько можно, как много можно добиться в зомбировании населения, если выдавать одну идею, свою точку зрения на всех платформах и размывать ощущение понимания правды, что все относительно, как вы сказали, там тоже свои проблемы. Но понимаете, дорогие зрители, где бы вы ни находились, жизнь протекает слегка по-разному. И даже то, что происходит в Азербайджане, где вы живете, это, да, возможно, я не знаю, коррупция есть везде, но она в разных странах проходит по-разному. То, что мы, например, больше боремся в Соединенных Штатах, это коррупция, которая часто сводится к лоббированию за определенные изменения в законах. И это большая проблема, потому что лоббисты, в них кладывают большие деньги, они пытаются что-то внести в закон, чтобы изменить законопроект и таким образом помочь, когда смотришь, кому же это помогает. Это помогает вот только вот такой вот этому заводу, я не знаю, этому человеку, этому миллиардеру. Это, к сожалению, большая проблема, но это такая как бы все равно работает на уровне института. А то, чтобы дать взятку полицейскому, вот этой ситуации, этого здесь не бывает. Поэтому, да, проблемы есть везде. Проблема еще в том, что по этому поводу делается, потому что в демократии есть суды, есть адвокаты, есть независимые судьи, которые заботятся о своей репутации. Это просто совсем другая игра, поэтому объяснить это просто нужно как бы ощутить. Но Russia Today – это особое зло, потому что они, просто у них есть абсолютно своя, у них журнализм не имеет к ним никакого отношения. В принципе, русскоязычные СМИ, у них журналистика, особенно когда это из России, у них журналистика на втором месте после политики, потому что это нормальное российское понимание жизни. Вначале не навреди сам себе, не потеряя работу, не сделай чего-то из-за чего, ты какой-то дурак, что ты об этом так сказать. Поэтому как бы все вот подгоняется под политику, как классическая советская идея о том, что нужно поставить кадр, когда приезжает фото-журналист и говорит «Все соберитесь здесь, ставьте вот так, вот так, собрать все». Это абсолютно не западный вариант, где просто людей как бы собирают запечатлеть жизнь, которая происходит. Поэтому разные подходы, бывают проблемы одни и те же, но Россия является большой проблемой, потому что 29 миллиардов долларов, они рублей выделили на бюджет «Раша Тодэй». Вы представляете, Исмаил, если бы подобные суммы выделились на «Голос Америки», на «Радио Свобода», на «Би-Би-Си русскую службу», какого качества бы, знаете, а я еще говорил с друзьями от «Голос Америки», у них проблемы в смысле найти людей, которые могут, так сказать, пройти, потому что у них столько правительственных, государственных требований, должно быть там хорошо, чтобы это был гражданин, и чтобы мог там говорить на одном языке, и на другом языке. Это технические требования, которые не все могут соблюдать. В России денег найти, бросить пропагандиста, посмотреть, что произошло сейчас в Казахстане, когда пропала команда из «Арти». Это же просто неприлично, как люди радовались и радуются в интернете по поводу возможной гибели журналистов, потому что они портят репутацию вообще всем журналистам таким образом. Вы затронули вот два очень-очень таких момента злободневных для меня, извините, я вас перебил. Вот то, что журналисты и журнолюди, которые портят репутацию журналистам, сейчас, кого не возьми, по крайней мере, вот я говорю о своей родной стране, в Азербайджане, кого не возьми, журналисты просто, люди, не имеющие никаких, скажем так, физических или эмоциональных или интеллектуальных склонностей, или, по-моему, те, кто не смог найти работу, обзываются журналистами. И потом, вот иди докажи, что он журналист, и я журналист, кто-то из нас двоих не журналист. И второй момент, это вы заговорили о коррупции. Вот я замечаю такую вот генеральную линию и в троллях в Азербайджане, и из Кремля это исходит. Да, коррупция есть везде, а что в Америке нет коррупции. Вот вы немножко объяснили этот момент, того, какая разная коррупция системная в России, и что происходит тут у нас в США, да? Вот дать полицейскому взятку, это точно сесть, да? Вот практически, вот знаешь, а ты сядешь. Ну, я просто могу рассказать быструю историю о том, что у нас произошло в городе, где у нас есть система госпиталей, и вице-президент этого госпиталя, который занимается коммуникациями, это вице-президент, ее взяли, арестовали, и я не помню, какое ей дали наказание, но она потеряла работу и так далее, потому что она нашла какой-то магазин, ну, бизнес, который печатал вот какие-то листовки, так сказать, для этого госпиталя. И они там придумали схему, когда он подавал какие-то завышенные квитанции, и они делили маржу, которую они с этого получали от госпиталя. Таким образом, они наработали что-то 3 или 4 миллиона за несколько лет. То есть, как-то, когда начинаешь думать об этом, думаешь, это очень много мелкой работы, как бы. И она потеряла, это был позор для нее, она член, уважаемый член общества в городе теперь, я не знаю, если она куда-то поедет, переедет, потому что в Америке можно переехать в другой город и начать жизнь по-новому. В эпоху интернета это немножко, наверное, сложнее. Всегда можно найти, кто кем был где, и да, правда. Да, но это вот, мне кажется, просто это из ряда вон выходящие события, которые были на первой странице. Каждый раз, когда у него был слушатель в суде, там был журналист, об этом говорили. Нельзя нормализовать коррупцию. Когда мы нормализовываем коррупцию, мы говорим, так это везде происходит. Это дает разрешение на это, а коррупция это плохо. Вы знаете, Юрий, кое-кто из моих зрителей, я пытаюсь вернуться сейчас наверх и прочитать этот комментарий вам, Октай Дюзалов спрашивает, означает ли вышесказанное вами, что коллективный Запад бессилен перед Россией? То есть все те проблемы, о которых мы говорим, что арсенал, которым пользуется Россия, для того, чтобы Запад принизить в глазах третьих стран, тот же Азербайджан, та же Украина, тот же Казахстан, дискредитировать западное поведение, западное мышление, западные ценности. Означает ли это, что Запад реально бессилен перед Россией? И в военном плане, и в информационном, и в пропагандистском? Знаете, это интересный вопрос, который просто абсолютно отметает вероятность того, что у нас, как у потребителей, есть какой-то выбор. А ведь мы же решаем, что мы будем слушать, что мы будем смотреть. Если вы просто не будете смотреть новости из России, будете воспринимать новостную повестку каким-то другим способом, то ваш взгляд изменится. Потому что я не считаю, что Россия что-то там выигрывает, выигрывает, потому что я не смотрю российские каналы. И поэтому все сказки и байки, которые они рассказывают для внутреннего употребления своим пожилым зрителям, я как-то пропускаю. Поэтому тут надо как-то учесть, есть просто разные варианты, и есть у нас ответственность, какую мы диету поглощаем. Господа, если мы знаем, что RT – это всегда, так сказать, определенного типа информация, то можно дать и натренировать свой YouTube-алгоритм и говорить, мне вот это не нравится, перестаньте мне показывать такие вещи, потому что иначе это не сбалансированный взгляд. Это не то, чтобы мне говорят вот такие вещи, одни люди говорят, что Земля круглая, а другая плоская, как интересно, правда, где-то посередине. Нет. Есть просто дезинформация и есть факты. Я говорил, Исмайл, на вашем эфире чуть раньше, но просто как важно отметить, что когда американцы идут на переговоры, теперь с Россией они говорят, значит, так, Россия будет, скорее всего, врать, скорее всего, будет врать во время переговоров. Если у кого-то есть вопросы, заходите, мы ответим. То есть они знают, с кем мы имеем дело. Поэтому, опять же, Россия ведет гибридные войны, поэтому у них будут гибридные поражения, гибридные победы, которые пропагандисты и журналюхи будут раздувать, потому что, бляди, сэр. Поэтому тут надо как-то это учесть, и то, что они будут это делать, ну, просто так, такая у них тяжелая жизнь, приходится им врать 24 часа в сутки. Вы знаете, я вот не могу не зачитать такого рода комментарий. Запад боится Россию, как интеллигентный человек боится гопника отморозка. Умные россияне этого стыдятся, дураки этим гордятся. Север-север, наш такой зритель пишет. На самом деле, вот когда имеешь... Если принять постулат нашего зрителя, если имеешь дело с гопником отморозком, да, реакция нормального человека, отойти в стороны, просто не связываться. Но ведь вопрос вот в чем. Гопник отморозок, он же наглеет, вот, в преломлении к России, если использовать ту же логику, да. Украина. Сначала была Грузия, потом Украина с Крымом. Теперь вот эти две какие-то республики. Теперь Бог его знает. Не приведи Господи, конечно, не хочу накаркать, но могут создаться какие-то республики там на севере и на востоке Казахстана, да. Вот как реагировать на гопника отморозка, когда у тебя есть что терять, грубо говоря, да. У тебя есть какие-то накопления, дом красивый, машина, а у гопника нет ничего. Так он же может все это разрушить, а ему терять нечего. Знаете, это интересный вопрос, который, опять же, я как бы тут вижу одну важную составляющую, которая отсутствует в вашем вопросе, под названием полиция. Знаете, потому что, да, я не собираюсь останавливать каждого преступника, я позвоню в полицию. И у нас люди, так сказать, для этого полиция существует, для этого налоги платим. Поэтому это слегка другой подход, но, опять же, с гопником надо вести, насколько мы понимаем, он понимает силу. Мы, значит, как бы вот в этой лаборатории мы поняли, что гопники понимают силу, и они чувствуют слабость и свою, и чужих. Поэтому это означает, что нам нужно как бы вести себя, понимая, что враг смотрит и ждет, когда мы проявим слабость, потому что войска не всегда могут вести под каким-то предлогом и что-то придумать. Поэтому нужно усилять собственную оборону, нужно развивать патриотизм и заинтересованность населения в том, чтобы защищать свою страну. Потому что мне кажется, что диктаторские режимы падут быстрее, чем демократии. Возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, что во время Второй мировой войны мы видим, что как бы демократии отыгрывают обратно, они работают вместе. А сколько империи развалилось в результате Первой мировой войны. Я тут как бы рассуждаю. Но тем не менее, когда идем, где же дело с гопником? С другой стороны, посмотрите, вот Азербайджан, как успешно с помощью Турции два как бы диктатора отбились от других, от своих проблем. Поэтому с одной стороны диктаторы вместе тоже могут работать. В общем, непростая ситуация у нас, Исмаил. Ситуация непростая, особенно с Азербайджаном. Там столько подводных камней, что я не буду вас загонять на эту мель. Давайте поговорим немножко шире. Вот Кенан Кенан пишет, практических шагов не видно и, думаю, не скоро будут со стороны Америки. Поступки России вписываются в стратегию США. Вот существует такой вот конспирологический момент, потому что он еще добавил, не конкретно у этого зрителя, а вообще у наших зрителей, я это вижу, он еще добавил интересный комментарий, я пытаюсь его найти, найду, прочитаю. Давайте на чистоту, почему Запад позволяет России делать то, что она делает. То есть, есть ли какой-то тут элемент? Я знаю, что часть нашей аудитории склонна думать, что все, что не делает Россия, в России, кстати, тоже есть такие силы, Россия делает разрешение, сведомо, или даже по приказу Соединенных Штатов, что тут какая-то геополитическая игра за закрытыми дверьми, где на самом деле, понимаете, вот как поругались две украинские фигуристки, там Оксана Баюл и там еще кто-то, кто-то, ну, после драки Нэнси Керриган и Тони Хардинг, да, ну, чтобы привлечь к себе внимание медиа. А тут наоборот, да, вот они типа ругаются на людях, а потом друг с другом координируют свою политику, дабы дать Китаю под зад, грубо говоря. Вот эта группа конспирологии, да, по-другому я, к сожалению, это назвать не могу, она имеет право на существование, по-вашему. Знаете, если я вас правильно понимаю, мне кажется, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Россия играла с Соединенными Штатами против Китая, потому что Китай это именно та угроза, которую администрация Байдена рассматривает как реальная, а не вот это гопническое хулиганство, которым занимается Россия. Поэтому сказать, что они как-то спорят, но они могут договориться, извиняюсь, это мне кажется такой как бы действительно такой конспирологической идеей. Вы знаете, я очень рад, что вы меня даже как бы объясняете некоторые из этих конспирологий. Я хочу напомнить вашим зрителям, что напомню, дать знать, я на своем канале специально начал такой вид программ, называется новости из США, потому что есть такой человек Игорь Айзенберг, который, он профессор компьютерных наук в Манхэттене, в Манхэттен колледже, он пишет сводки новостей о том, что происходит в Соединенных Штатах и о внешней политике, и о внутренней политике. Я стал их озвучивать просто как диктор, мне нравится читать, он хорошо очень пишет. Мне кажется, и он начал это делать, потому что действительно на русском языке очень мало информации по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах. Это просто какая-то катастрофа в том смысле, что когда люди не говорят на других языках, они очень лимитированы, потому что, как я уверен, вы знаете, как вы делаете, вы проверяете источники новостей на английском языке из разных стран, чтобы создать для себя какую-то более-менее аккуратную картину того, что происходит. Когда люди не говорят на английском языке, как минимум, это очень меняет ситуацию. Опять же, Google дает возможность сделать переводы, так что хоть как-то нужно сквозь это пробиваться. Но советую всем желающим посмотреть новости из США, которые я выпускаю, или читать Игорь Айзенберг у него в Фейсбуке, потому что это, в общем-то, печальная ситуация, потому что информативное поле здесь как бы контролируется вот теми мега оплачиваемыми пропагандистами, которых вы упомянули, о которых мы только что говорили. Просто они разгулялись, обнаглели, и даже вот то, что я делаю своими скромными усилиями, и то, что вы делаете, потому что это так важно. И благодарность вам, Исмайл, за вашу деятельность. Просто людям срочно нужна точка зрения, которая, понимаете, по крайней мере, мы с вами передаем предвзятия, которые наши личные. Мы не работаем ни на кого, потому что мы это делаем, как бы это наши мысли, это наше мнение. И мне кажется, этим они цены, потому что люди, которые... Я у своей публики пытаюсь развить критическое мышление, я уверен, вы делаете то же самое. Так сказать, никто не говорит 100% правду, но вместе собирается картинка. А когда мы только слышим Russia Today или Первый канал или российский телевизор, то это не так. То есть, если мы с вами ошибаемся, мы с вами ошибаемся искренне, и, по крайней мере, я на своем случае, я на своем опыте могу сказать, что я часто приношу свои извинения за то, что я где-то и в чем-то ошибался. То есть, меня, возможно, переубедить, я ошибаюсь не потому, что мне заплатили, чтобы я вот так вот именно ошибался. Знаете, Сабир Ализаде, извиняюсь, задает очень интересный вопрос. Я зачитаю текст. После распада СССР я понял для себя, что Россия любит коллективный Запад и изо всех сил хочет попасть в кавычках в клуб. А гопническими движениями они просто хотят добиться их расположения, их то есть Запада. Вот мне очень интересно, хочет ли на самом деле Россия, чтобы ее признали и приняли в клуб? Или это, в общем-то, был такой момент в ее истории, а теперь, если Путина принять в западный клуб, то на него озлится та же самая вот его база, то есть избирателей, что как это ты ругал Запад столько времени, а теперь ты рад, что тебя там признали, что тебе там Меркель позвонила или еще кто-то там условно тебе позвонил и так далее. Вот хочет ли Россия попасть в этот западный клуб или хочет ли она его разрушить снаружи? Я думаю, что ваш зритель прав в том смысле, что когда произошел распад Советского Союза, да, Россия, мне кажется, стремилась всеми силами попасть на запад и стать членом этого клуба. Это как бы когда две наши планеты сблизились, как никогда. Но потом произошло то, что произошло, то есть вот опять удаление этих двух планет друг от друга, и то, что мы видим сейчас, это, во-первых, вот то, что вы описываете, когда уже ядро Путина требует от него более антизападной риторики, но мы еще заодно видим, что люди, которые заинтересованы в западном образе жизни, все больше и больше заинтересованы в том, чтобы покинуть при этом Россию, потому что они не видят для себя возможности вот такой жизни в России, поэтому Россия просто продолжает и по культуре, и по скрепам, и по временным зонам удаляться. Вы знаете, вот в английском есть хорошее выражение метод этому безумству, да, метод to this madness. Меня интересует вот ваш взгляд конкретно, взгляд здесь Соединенных Штатов, когда мы смотрим и следим за поведением России. Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году, потом вот эти вот республики, теперь вот у нас на очереди Казахстан, как оказывается, да, армяно-азербайджанская война. Вопрос, который стоит за всем этим, пытается ли Россия и Путин восстановить СССР 2.0? То есть, наверное, не в том же виде, в каком существовал Советский Союз, уже Прибалтика, видно, ушла без, я им завидую, белой завистью, она ушла бесповоротно, но вот есть ли какой-то посыл в Кремле или это просто политический блеф? Вот пытаются ли они воссоздать Советский Союз 2.0? И кто-то из наших зрителей спрашивал, что же, как далеко Россия должна зайти, чтобы на Западе и США и даже в Китае решили начать разваливать вот этот вот СССР 2.0? Ну, пока дипломатически мы видим, что это происходит уже сегодня. С точки зрения балтийских стран, мне кажется, это интересный пример того, как зависит от того, где мы находимся, потому что, мне кажется, разговаривая с Артемием Троицким, например, который регулярно, я очень рад, регулярный гость моего канала, он живет сейчас в Таллине, в Эстонии, там как-то они не чувствуют, что они навсегда покинули, там наоборот, как бы готовятся активно, и НАТО, и так далее, они, в общем-то, наоборот, хорошо помнят, что это было, поэтому сказать, что кто-то уверен в том, что Россия не вернется, Россия, к сожалению, ведет себя так опять и опять, когда очень можно, когда, как сказал госсекретарь Блинкен, когда русские приходят, иногда они очень тяжело уходят, поэтому тут нужно как-то сопоставить, но та тенденция, тот тренд, который мы сейчас видим, к сожалению, в России, ведет к тому, что должно быть усиление и внутренних репрессий, и внешних агрессий, потому что закручивание Гая, к сожалению, идет только в одну сторону, при власти, вот одной, сказать, что, я не знаю, молния ударит Владимира Путина, и у него наступит просветление, и он объявит о свободе прессы, как бы, в общем-то, нереалистично, поэтому коллективный Путин Путин там правит и грозит всему миру и защищает ситуацию внутри страны, это как бы часть одной и той же тенденции, а какие у них там будут паранойи, чего они будут больше бояться, это какой-то, опять, они, знаете, у меня выборы регулярно, на любой позиции, это часть того, чтобы быть, и как бы нет гарантии, хотя иногда есть ощущение, что вещи пойдут определенным образом, но когда у вас работа такая, что вся страна ваша делает, чего хочешь, это тяжелая ситуация, Запад, мне кажется, дошел, Запад дошел, потому что Владимир Путин вырастил уже поколение политиков, которые привыкли к идее, что Россия это опасность, что Россия это что-то, с чем нужно бороться, это не то, что это не те люди, которые еще помнят старые добрые времена, это уже теперь как бы молодое взрослое поколение политиков, которое видит Россию только определенным образом, а какие поведения из этого наступят, никто, понимаете, никто так не кровожаден, как наши комментаторы, которые, которые с одной стороны хотят, чтобы требуют, чтобы восторженствовала справедливость, но на самом деле, никто-то войны же не хочет, и, конечно, было бы хорошо, если бы люди, которые живут в России, взяли ситуацию в свои руки, и решили ситуацию в своей стране, и настроили жизнь в своей стране, так, как им нравится, и жили, и процветали, ну, как бы были бы все рады. Я хотел бы обратиться к нашей аудитории, с вашего позволения, Юрий, и дамы и господа, вас смотрит довольно много человек, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы этот эфир, пока мы еще в прямом эфире, дошел до большего количества зрителей, всем огромное спасибо за то, что вы это уже сделали, тем, кто уже это сделал. Конечно, мы задавали вам вопрос, внешняя политика какой страны, вам ближе, России или США, нам нужно было, конечно, оставить третью опцию, ничьей, но, наверное, те, кто считает ничьей, не проголосовали, 74% из вас сказало США и 26% в России, пол еще открыт, вот этот опрос все еще открыт, пожалуйста, участвуйте, я хочу знать, как думает наша аудитория, мы пытаемся каждый раз узнавать ваше мнение на разные темы. Юрий, если можно, мы с вами как-то и коснулись Блинкина, и коснулись сфер влияния, вот давайте вот это я все соединю воедино, и задам такой вопрос нашего зрителя Ра-Эр. После ситуации в Казахстане мы увидели передел мира, вопросительный знак, был договор между сильными державами о дележке сфер влияния. Блинкин не зря ведь говорил о Ялте, то есть для американского госсекретаря современного, вспоминать там 43-й год, 44-й, это, ну, как нам с вами говорить о, не знаю, о своде законов Хамураби, да, Хамураби, то есть это какая-то древняя совершенно история, непонятно никому и все такое. Но вот то, что Блинкин постоянно говорит о Ялте, о переделах сфер влияния, пытаются ли Соединенные Штаты отгородиться от этой точки зрения, что они с Россией договорились, что вот бывший СССР это твое, а вот там Европа, там где-то там проходит какая-то красная черта и граница, вот это уже мое. Вот почему Блинкин говорит о Ялте, по-вашему, сейчас? Блинкин говорит о Ялте, я очень рад, что о ней говорит, потому что это говорит мне о том, что он понимает, что размышляет, и что там задумывает Владимир Путин в своих безумных фантазиях, и он понимает, Блинкин понимает, что Ялта, которая действительно является каким-то античным, знаете, а в древнем мире, люди в древнем Риме, люди говорили, какая Ялта, о чем мы говорим, понимаете? Но это просто понимание того, что для Путина это важно, и вот так Путин рассматривает ситуацию, что, в общем-то, печально. Но ситуация с Блинкиным и с Западом, просто вот составляющая, которая, мне кажется, для ваших зрителей, мне очень хочется, чтобы донести идею, идею закона и порядка. Закон и порядок, это не означает, что сильный делает то, что хочет, а слабый живет с последствиями. Это означает, что у всех есть право подать в суд, у всех есть право призвать там свидетелей в суд. Вот эта вот система, которая, по крайней мере, может быть, если у вас больше средств, как, например, Трамп доказывает, то можно подавать апелляции, можно все это делать, но, по крайней мере, институты есть, и это очень сдерживает, это серьезно очень сдерживает, потому что это головная боль. Как минимум, если не хуже. И когда мы обсуждаем вот все эти правила, то Владимир Путин, размышляет, к сожалению, как многие члены публики, которые просто, так сказать, слегка кровожадные и слегка побаиваются России. Он побаивается Запада и слегка кровожаден. Риск ему от Запада, в общем-то, минимальный. Но если он себя будет так вести, то он допрыгается, потому что он довел Запад и какие-то, если это будут санкции, если это будут усиления. Понимаете, это то, что говорит Блинкен, это такая умная вещь. То, что если Путин хотел бы добиться реально того, о чем он говорит, то он бы не делал того, что он делает. Потому что то, что он делает, вредит тому, что он добивается. Если он не хочет, чтобы НАТО было у него, сидело под дверью, так какого хрена он атакует Украину? Потому что сейчас население Украины намного больше заинтересовано в том, чтобы быть членом НАТО, чем до Крыма. Если бы до Крыма, если он хочет, что он делает, что он добивается. Напоминаю, что моим братом... Справедливости ради, Юрий, на секундочку, если бы Россия была в каком-то, скажем так, в хороших отношениях с Канадой, давайте на секунду представим вот такой вот сценарий, там или с Мексикой, далеко это не надо, с Кубой было то же самое, кубинский ракетный кризис, да, в 60-х годах при Кеннеди. Ведь ракеты недалеко от Москвы, вот в Харькове, да, грубо говоря, это очень и очень опасно для России. Никто не говорит, что они там были бы, никто не говорит, что вообще Украину впускали в НАТО, никто не говорит, что НАТО там собирались размещать какие-то ядерные ракеты. Но вот в России существует такой нарратив. Вот в этой ситуации можно ли понять страхи и опасения русских и России? Потому что ведь, вот давайте посмотрим на истории Наполеона, Гитлера, они практически дошли до Москвы, пока русские опомнили, что, ребята, на нас кто-то нападает. Понимаете, страна-то огромная. Вот есть ли какая-то почва под такими вот страхами российского народа или это просто раздувается пропаганда, их запугивают? Ну, то, что пропаганда раздувает и их запугивает, это бесспорно, то, насколько это напоминает какую-то шутку из анекдота, какая-то ядерная боеголовка под Харьковом. Потому что шутка в том, что на самом деле не нужно так далеко, так близко быть в сегодняшнем мире. Можно из стран Балтии, чтобы ракета долетела до Санкт-Петербурга еще быстрее. То есть вообще, о чем мы говорим? Какой Харьков? Поэтому это просто открытая пропаганда. К сожалению, то, что мы слышим, это либо претекст какого-то попытки, не знаю почему, из чего, договора, который, ну, должен провалиться, потому что Соединенные Штаты говорят опять и опять. Мы не будем обсуждать Украину без Украины, мы не будем обсуждать Европу без Европы. Вот эти все конспирологические истории о том, что кто-то кого-то слил, в ответ на это повторяют опять и опять. Мы не будем никого обсуждать без их участия. Вот это просто ответ на вот эту конспирологическую теорию. Но вот они не будут никого обсуждать, они будут решать свои проблемы. И если Путин боится, что его из Харькова сейчас ядерная ракета на него... Ну, это паранойя. Это просто полная паранойя. При этом Соединенные Штаты не заинтересованы в раздувании этого кризиса, потому что Советский Союз был заинтересован в том, чтобы поставить такой шах и мат на Кубе, поставить ракеты, которые были бы там совсем близко к Флориде и так далее. Но это была атака. А здесь, опять же, мы знаем, что НАТО оборонительный союз не заинтересован в том, чтобы нападать на Россию, сменять режим. Да и вообще, вот то, что вы упомянули, вот эта оккупация России, уроки, которые из этого извлек Запад, это то, что Россия это болото. Зачем его, блин, захватывать? Это же надо еще удержать. Поэтому Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы там владеть Россией. Это какой-то неуловимый джоз, за которым никто не гоняется. Он неуловимый, потому что он никому не нужен, мягко говоря. Я помню эту такую шутку из своего детства. Знаете, давайте задам вот такой вот вопрос немножко. Когда политический подход к решению вопросов России изменится или изменится вообще, Гай Дов задает вот такой вот вопрос. Давайте поговорим вот о чем. Вообще выгодно ли России, вот есть такая вот теория в политической, в политологии, теория социализации. То есть, ты берешь какой-то, в общем-то, скажем так, недоразвитый или неготовый режим, впускаешь его в какой-то блок, ну, например, Румыния и Европейский союз, да простят меня Румыны или Мальта Европейский союз и простят меня мальтийцы и пытаешься вот их социализировать, то есть, показать им, как нужно сидеть за столом, как нужно принимать решения правильно, как нужно не грабить свой собственный народ, как нужно бороться с коррупцией, да, то есть, вот они вот смотрят на тебя и вот начинают там вот, может быть, ноги на стол не класть, ну, грубо говоря, опять-таки, извиняюсь, довольно-таки у меня сегодня агрессивная риторика по отношению к нашим друзьям в Румынии и на Мальте, но давайте поговорим вот о чем, а может ли Запад, мог ли или пытался ли Запад по-вашему как-то социализировать Россию, может во времена Ельцина, может быть, чуть-чуть позже, может быть, при начальном Путине и так далее, и вот возможно ли это, сработает ли этот подход к России? Я думаю, что для того, чтобы был шанс у внешнего влияния, нужно, чтобы изнутри были открыты к этому влиянию, потому что в Советском Союзе андерграунд культура была абсолютно заинтересована в Западе, в западной музыке, все, что исходило из Запада, это было самое интересное. Я пришел к знакомому профессору в университет и со своим родственником из России, которая, она ему стала рассказывать про там что-то про Россию, он говорит, да, но россияне же интересовались совсем другими вещами, то есть это другая, да, и сейчас последние 20 лет они успешно, как сказать, я не знаю, честно вам скажу, чего хотят русские люди. Я уверен, что все хотят там сыто наесться, выспаться, там отдохнуть, хорошей жизни и так далее. и если это так, то тогда можно изменить правителя и эта рыба, которая начинает гнить с головы, как говорится, по-английски, возможно, тогда можно что-то изменить, но это непростые эксперименты, мне кажется, к сожалению, исторические социальные либерализации, эксперименты социальной либерализации России кончались печально, плачевно и долго не длились, но за это время дали возможность кому-то еще уехать, спасибо маме и папе. Поэтому... Азохан Вэй. Да, и мама моя говорила, что лучший способ спасти россиян это вывести их из России. И я со временем вижу мудрость этого изречения, потому что это настолько, понимаете, плохое влияние, вот просто плохое влияние, в том смысле, что люди думают, что и работать как-то не так нужно, и делать не так нужно, и силы, и начальники, отношения между людьми базируются на силах сильных и слабых, а не на том, что как бы там этические стандарты. Поэтому мне кажется, что русскоязычный человек нужно запустить в такой коллектив, где он является меньшинством, и тогда он может быть очень хорошим влиянием со своим профессионализмом, начитанностью, такого типа. Но когда их появляется много, то они почему-то, как-то у них нравственные ценности разваливаются. Знаете, это воспоминание, когда я жил в Юте, штат Юте, там много мормонов, они не пьют. И шутка была такая, что если вы идете рыбу ловить, то берите, значит, пиво попить, берите с собой двух мормонов, потому что если вы возьмете одного, то он втихую все ваше пиво выпьет, а если двух, то они друг за другом будут следить. Вы знаете, вот такой вот вопрос, риторический, просто очень смешной комментарий, спросите, зачем Югославия напала на оборонительный союз НАТО. Вот такая точка зрения существует, да, вот вернемся к Югославии на секунду, потому что Россия очень хорошо пользуется этой ситуацией, и честно говоря, мне лично, как журналисту, не как американцу, а как журналисту, мне очень непонятно, почему в интересах НАТО или Соединенных Штатов было бомбить РТС, да, радиотелевидение Сербии, здание полное журналистов, понимаете, да, допустим, они несли пропаганду, допустим, они говорили неправду, но все же бомбить представителя мирной профессии, разве это не было военным преступлением? Ну, во-первых, мы только что с вами обсуждали, что нужно делать с пропагандистами и журналистами, во-вторых, это было, кажется, это был случайный случай, я не думаю, насколько я помню, это не было специально. Я помню, что сидели и смотрели в этом, как его, я по СНН это смотрел и чуть ли не хлопали в ладоши, когда бомба попала в цель, мне кажется, это было преднамеренным. Вот посольство Китая, это другой вопрос, а РТС, по-моему, все же это было преднамеренной операцией. Если вас это так раздражает, тогда, наверное, лучше надо говорить о журналюках и относиться, потому что мы же такими словами как раз и развиваем вот эту атмосферу, когда в них выпадает ракета и люди аплодируют, надо либо так, либо сяк. Но мне кажется, что то, что сделал президент Клинтон, когда он ответил на геноцид, который, насколько я помню, происходил в Югославии и собрал все цивилизованные страны, которые, к счастью, находились в НАТО и находятся в НАТО, и они сделали что-то, что остановило геноцид, который происходил, я как-то, все зависит от того, как вы рассматриваете ситуацию. Если ваши зрители хотят видеть вещи глазами Путина, то, конечно, нужно смотреть российскую пропаганду. Но у меня другой взгляд на вещи, потому что я вообще, когда я уехал из Советского Союза в 88-м году и первые 20 лет своей жизни в Соединенных Штатах, я следил только за новостями из Соединенных Штатов. Мои интернета не было, я как бы, как политический, так сказать, еврейский эмигрант, мы уехали всем, до свидания. Мансур спрашивает, где в СССР жил Юрий Рашкин? Я жил первые 13 лет своей жизни в СССР в городе Москве на Патриарших прудах на Малой Бронной и ходил на Патриаршие пруды играть в футбол и учился я в Гнессинской музыкальной школе вначале на скрипке, а потом на контрабасе и заодно еще на пианино. Поэтому вот такая у меня была такой еврейский интеллигентный мальчик в Москве жизнь, а потом жизнь меня забросила, и я сначала 16 лет жил в Юте, штат Юта, а теперь последние 16-17 лет живу в штате Висконсин. Вначале я жил, естественно, нигде не было большой российской общины, русскоязычной общины, и поэтому сейчас я общаюсь с русскоязычными людьми вообще либо вот таким замечательным образом, либо в зале суда, поскольку я еще судебный переводчик. Поэтому вот это все мы общились сейчас на русском языке. Но да, вот из Патриарших прудов к нам приходили там туристы и говорили, о, мастера Маргарита, где сидел Волан, на какой скамейке, детки. И мы там как туристы, а, на той там, ну, указать туристу. Вот. Это было замечательное, классное место. Мне удалось сюда один раз вернуться с тех пор, как я уехал. В 19-м году я съездил обратно. Это было очень-очень интересно. Я прекрасно провел время, но при этом я его провел в самом золотом месте, так сказать, города. Так что я жаловаться не могу. И, опять же, личные воспоминания у меня всегда там были довольно-очень приятные. Вы знаете, у нас с вами, оказывается, все больше и больше общего. Вот вы прямо вот из центра Москвы. Центральнее, по-моему, не бывает. То же самое, что я могу сказать о месте, где я родился, и вырос в Баку, тоже в центре Баку. И мы с вами оба работали переводчиками на определенном этапе жизни, вот как оказалось. Давайте я немножко верну нас к региону. Меня заинтересовал вот такой вот комментарий Андрей Сарксян. По крайней мере, вот имя нашего зрителя такое. Правильно или правдиво, оно или нет, я не берусь утверждать, но вот за что купил, за то и продал, как в том анекдоте. Вот что пишет Андрей Сарксян. Я ненавижу Пашиняна, но он настоящий демократ, и Армения, демократическая страна, и коррупции нет. Вы знаете, я понимаю, что вы, скажем так, не очень пристально следили за тем, что происходило в армяно-азербайджанском конфликте. Как раз об этом мы с вами пытались говорить, когда я пришел к вам в эфир, но давайте я вот для контекста скажу вот что. В Азербайджане, и не только в Азербайджане, я так понимаю, что и в Казахстане, и вообще в регионе, вызвал резонанс вот такой момент. Никол Пашинян, премьер Армении, который был избран и переизбран на народной волне, сначала, то есть он был избран на волне восстаний, уличных демонстраций и там подобное, потом он был переизбран при демократических выборах, все же проголосовал за введение войск ОДКБ в Казахстан. Почему? Потому что у Армении на тот момент вот так вот не повезло, было председательство, сменное председательство этой организации, и ему пришлось подписать вот этот указ. Давайте зададимся таким вопросом. Вот у нас аудитория друг с другом уже начала спорить сразу о том, демократ ли Пашинян или нет. Энн Абушев пишет, не смешите мои тапочки, Пашинян такой же демократ, как и Лукашенко. Меня интересует вот такой вот вопрос. Вызовет ли это по-вашему, вообще, из ряда ли вам выходящий это случай, или у Пашиняна не было выбора, что демократический президент подписывает указ о вводе войск в страну для подавления народных выступлений. То есть, нет ли тут какого-то парадокса в этом? Может, я нечестно подхожу к вопросу и пытаюсь как-то зацепить и задеть Армению, заставить вас ругать Армению. Честное слово, у меня нет такого вот желания, мне просто интересно. Как на Западе и вообще в мире отреагируют вот на такого рода парадокс? Ну, во-первых, никак. Во-вторых, мне жалко Армению, которая оказалась в такой невероятно тяжелой ситуации, когда она, с одной стороны, у нее вот свои территориальные претензии и проблемы, а с другой стороны, она находится как протекторат диктаторского режима, и они как бы застряли между двух очень тяжелой ситуацией. Насколько мы тут пытались разобраться в том, что может сделать Баку, в том, что может сделать Азербайджан. Знаете, не знаю, мне интересно, что ОДКБ не было использовано, когда был военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Почему-то в этот момент ОДКБ не появилось, не поддержало, а вот в этот момент, когда в Казахстан ввести диктатора, который там, возможно, режим рухнул или нужно было срочно поддержать, чтобы режим не рухнул, это пожалуйста. То есть это говорит о каких-то определенных целях, для чего это ОДКБ было создано и как она работает. Насколько Пашинян тут виноват, не виноват в том, что он подписал это, я считаю, что это просто не... Ну, как бы это вот когда вы оказываетесь боссом и менеджером, то вам приходится иногда делать неприятные вещи в данной ситуации и он оказался в позиции... Просто понятно, что он не контролирует, он может быть и председатель, но он не контролирует, потому что если он был контролировал, то тогда ОДКБ пришло бы ему на помощь, когда был конфликт с Азербайджаном. Вы знаете, чтобы привнести контекст, да, вот ОДКБ, насколько я понимаю, отказало тогда Армении в содействии потому, что война между Азербайджаном и Арменией не проходила на территории Армении, ведь война происходила на территории Азербайджана, горели наши земли, горели наши леса, то есть я это... Я говорю не от себя, Армения признает, Армения не признает Нагорно-Карабахскую республику, так называемую, да, даже Армения. То есть подождите, то есть в этом конфликте Россия принимает сторону оппозиции Армении, хотя Армения является союзником России, потому что Армения считает эту территорию своей, но Россия говорит, нет, это не ваше, то есть они как бы соглашаются с оппонентом Армении, вот это называется союзник? Армения официально никогда не признавала независимость так называемую, так называемой Нагорно-Карабахской республики, то есть это факт, то есть она даже Армения не признала ее независимость, поэтому все, что происходило, это происходило в общем-то де-факто и де-юре на территории Азербайджана. Вот меня интересует такой нюанс, мы можем поговорить об Азербайджане и Армении, но давайте все же вернемся на секунду к Казахстану, да, в Казахстане ОДКБ в Казахстан было приглашено якобы из-за так называемого внешнего вмешательства. Если вы вспомните, была такая комичная, полукомичная история с сирийскими наемниками, которые воевали на стороне Азербайджана, с тех пор вот мы их днем с огнем ищем, вот была какая-то такая статейка в Нью-Йорк Таймс, причем, да, которую я читал до того момента вот постоянно, о том, что вот моя бабушка позвонила моему дедушке, а его подруга, любовница-сестра там сказала, что да, вот я знаю одного того, который поехал в Азербайджан воевать. Ну, вот бог с ним, и это на совести моих коллег из Нью-Йорк Таймс. Вот тут вопрос такой, было ли иностранное вмешательство в Казахстане? Там сначала, вы помните, обвинили Запад, потом сразу переметнулись на 20 тысяч каких-то арабоговорящих иностранцев, потом Тукаев в стыде удалил этот твит, потом нашли бедного пианиста, вашего коллегу, да, из Кыргызстана, который оказался вот самым главным террористом, суперменом, потом извинились и отпустили, он уже в Кыргызстане. Да, вот никакого иностранного следа пока что не нашли, по крайней мере, мне этого никто не показал. Вот вы считаете, что ввод войск ОДКБ в Казахстан, он имел под собой какие-то легальные законные основания? Знаете, очень интересный вопрос. Во-первых, мне в голову приходит такая мысль, которую я вижу подтверждение опять и опять, базируясь на всех инцидентах, которые происходят с российскими войсками тут и там. Реальность не имеет практически никакого отношения к тому, если начнется война или нет. За исключением есть и того, как там, я не знаю, операция Барбаросса, когда германские войска просто перешли границу, вот все такие инциденты, к сожалению, какими бы они практически не были, не становятся войной, пока обе стороны не заявляют, что происходит война. Это просто создает иногда такое неправильное впечатление, что, чего мы ожидаем и чего мы вообще боимся. Насколько, да, и насколько ДКБ было нужно, понимаете, это же Россия, то есть они работают по понятиям, а не по законам, это вообще, так сказать, третий разговор, и насколько они были здесь нужны, когда вроде бы мы слышим пока, что контролируется ситуация местными силами и что на самом деле российские войска как бы охраняют какие-то стратегические объекты. Сейчас происходит просто масса всего, что, зачем нужно следить и возможно, то, что войска ДКБ даже, так сказать, покинут территорию, мы просто сейчас не знаем. Но то, что они работают по своим правилам, которые нравятся Кремлю, мне кажется, это самое очевидное из того, что как используются эти войска ОДКБ, потому что это не по желанию Армении они используются, они используются по желанию и мнению юридической интерпретации ситуации Кремлем. Поэтому просто тут я как-то устал уже наблюдать за этим клубом диктаторов, потому что где бы диктатура в мире не могла как будто она рухнуть, тут же появляются российские штыки, которые согласны поддержать, пострелять и запугать и дать еще одному диктатору возможность удержаться. Кстати, мы этого вот пока что я такого в Армении не видел, так что я бы не называл там Пашиняна как Белоруссии, потому что совсем другие все-таки режимы и системы власти. Вы знаете, вот есть хорошая азербайджанская посольца, кстати, рыба гнет с головы это тоже по-азербайджански слово-слово, да, одно и то же. А вот видите, вот как у нас позаимствовали американцы. Есть хорошая азербайджанская посольца, вот если вот не вот, если ты не леди, вот то слово, которое вы уже использовали в эфире, то тогда что ты делаешь в публичном доме, да. Вот если Пашинян, если он не диктатор, меня вот интересует, я понимаю, что я шучу, но я задаю довольно-таки серьезный вопрос, вот этот парадокс у меня в голове никак не укладывается. если Пашинян не диктатор, что он делает в этом клубе диктаторов, которые поддерживают друг друга, да, Лукашенко, этот Путин, там еще кто-то, кто-то, и вот тебе Пашинян, он выбивается как-то из общей, скажем так, шеренги, и вот я не могу никак понять, меня очень интересует ответ на это в Армении, но вот в Армении как бы все политологи получили приказ не приходить на азербайджанские каналы, кому не обращаешься, у всех там мама заболела, бабушка заболела, там что-то случилось, вот я зову и пытаюсь получить ответы на эти вопросы, потому что нас в Армении тоже смотрят, я хочу, чтобы и армянская публика, и азербайджанская публика поняли друг о друге немножко больше, да, общаясь напрямую, а не через первый канал, но вот нет, вот опять-таки, я возвращаюсь к этому, нет чувства того, что что-то тут не то во всем этом. В каком смысле? Вот Пашинян и вот остальные диктаторы, вот или Пашинян не демократ, или диктаторы не диктаторы, вот как-то вот. Мне кажется, что Пашинян и Армения, я еще, наверное, повторюсь тогда, что они просто, это ситуация, которой не позавидуешь, потому что их лучший союзник это ужасные диктаторы, а их противник это другой диктатор, и они как бы, ну что вы желаете по этому поводу делать? Это очень тяжелая, непростая ситуация. Мне было бы интересно услышать от вас, Измаил, что можно сделать, потому что я вот слышу, когда вы начинаете говорить о Армении, армянах, Пашиняне, у вас просто такая сильная эмоциональная реакция сразу возникает, хотя я вижу, что вы профессионалы, и выдерживаете, как бы стараетесь, сдерживать, но вот как от этого избавиться от такого эмоционального накала, чтобы можно было как-то более спокойно общаться, потому что мне азербайджанцы нравятся, мне армяне нравятся, я как-то вот пытаюсь понять, как можно примирить, потому что вот, например, израильтяне и арабы, какие большие проблемы, черт подери, но зачем нам это? Может быть, можно как-то помириться, или это просто невозможно, и всегда так было и будет? Я уверен, что мы можем сосуществовать, раз уж вы спрашиваете напрямую мое личное мнение, но вот я вам посоветую, когда у вас будет время, походите по моему каналу, и посмотрите по тому, как мы общаемся с армянами, да, вот с политологами из Армении, общественными деятелями и так далее, журналистами, этот эмоциональный окрас, если он и существует, я стараюсь его очень сильно подавлять, потому что я все же, и моя аудитория это знает, и знает армянская аудитория тоже, я считаю, что нам все равно жить вместе, рядом, мы можем не дружить, я вчера об этом сказал, что вполне возможно, что мы друзьями никогда не будем, по крайней мере, не при моей жизни, но врагами тоже быть не обязательно, потому что от этого выигрывает только Россия, то есть моя точка зрения, она высказана в публичном, в публичном пространстве довольно часто и довольно последовательно после войны, то есть во время войны я был полностью на стороне Азербайджана, и моего народа, и моей армии, потому что это все же мой народ и моя армия, я могу жить в Америке, могу жить на Марсе, но после войны я понял, что выиграл, выиграл битву Азербайджан, но войну выиграла Россия, как и всегда. Понимаете, вот как идешь в казино, всегда выигрывает хаос. Вот сколько бы ты ни положил на кон, что бы ты ни выиграл, ни проиграл, все равно дом выигрывает. Давайте немножко, если можно, под конец, я понимаю, вас утомил уже немного, я вам задам общий философский вопрос. Вот события в Казахстане, еще одна вот такая вот точка отсчета, да, вот data point, чтобы мы могли говорить о стабильности так называемой или реальной стабильности авторитарных режимов. И одновременно я бы хотел, чтобы вы это как-то сравнили или, скажем так, противопоставили постулату о мягкости или уязвимости демократии. Я объясню, о чем мы говорим. И Трамп показал, и Russia Today, и ее, и вообще участие российских спецслужб в американских выборах, да, вот все это негативное влияние, показало, что демократии сами по себе, так как мы открытые общества, так как сюда легче приехать, так как тут легко с людьми общаться, так как каждого иностранца не подозревают в том, что он шпион, и не представляют к нему какого-то майндера, да, или там собаковода, или как как угодно это можно назвать. Понимаете, мы более уязвимы перед манипуляциями, иностранным мешательством, пропагандой и всем таким. И одновременно нам вбивается в голову постулат о том, что вот диктатура, но зато вот у нас стабильна. Вот в Азербайджане это обожают говорить. Вот если не Ильхам Алиев, то кто? Кто вот, кто он этот человек из Карабаса-Барабаса, да, вот кто этот человек, который может вот, чтобы мы жили спокойно. Пусть лучше будет плохо, но будет стабильно, чем вот, а что вы хотите, чтобы у нас улицы горели. Вот давайте поговорим вот об этих двух постулатах. Правда ведь, мне кажется, где-то посередине, не правда, Юрий? Это интересно, потому что это то, о чем говорит президент Байден последний год, о том, что нужно противопоставить. Мы живем в мире, где у нас противопоставление между демократиями и авторитарными странами, и не просто потому, что вот есть два типа, которые мы сейчас наблюдаем, демократическое государство и авторитарное государство, а о том, кто лучше способен решать вызовы людей, демократии или авторитарные страны. Это очень интересный вопрос, потому что если человеку в авторитарной стране такое сказать, то просто смеются в ответ, какие вызовы, о чем вы говорите. Но если реально посмотреть на то, в те функции, которые для своих людей выполняют или не выполняют любое государство, то то, что вы сейчас описываете, и слабости, и силы, то мы видим, что есть и сильные, и слабые стороны у обоих режимов, и любой частный проект, будь то страна, или университет, или бизнес, намного более флексибилен и быстрее может принимать решение и двигаться, чем некоммерческая организация, и совет директоров, и так далее, демократическая страна. Все это заложено в системе. Если система хорошо при этом еще сделана, то все эти институты достаточно сильные, и сами друг с другом как бы соревнуются и проверяют друг друга. То, что мы видим с президентом, и с избирательной, и с нашей легистативной властью, и с нашими судами, когда есть разные ветви, и так далее. Но главная проблема насчет решения вызовов для людей складывается в том, живут ли люди хорошо или нет. И это часто сводится к экономике. И экономическая ситуация такова, что для успешной экономики люди должны доверять друг другу. Люди должны иметь доверие к системе. Люди должны доверять, что их суды поддержат, что их права будут защищены. И там, где есть вот это доверие, оно перерастает в этические стандарты и приводит к успешной жизни для общества. Там, где нет такого подхода, там, где есть только сила того, у кого есть власть сильного, эти страны в конце концов оказываются неразвивающимися, загнивающими режимами, потому что власть и деньги, и экономические средства концентрируются в нескольких руках, которые просто эксплуатируют территорию населения. Юрий, огромное спасибо за то, что вы пришли и поговорили с нами. Вот мы все ждали саммита между Байденом и Путиным. Оказалось, что этого саммита нет и, в общем-то, даже не предвидится. Я думаю, что многое бы, наверное, прояснилось, если бы этот саммит произошел. Но, к сожалению, нам придется пребывать в таком подвешенном состоянии, отслеживать, что происходит. Я уверен, что я с вами увижусь еще и в нашем эфире, и в другом эфире, в котором мы с вами время от времени общаемся. Давайте следить за ситуацией, давайте надеяться на самое лучшее. Я вот хочу предоставить вам возможность попрощаться с аудиторией, и сказать, может быть, что-то, что вы не успели. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам за приглашение, спасибо вашей замечательной публике. Я хочу поздравить всех с наступающими, прошедшими, всеми праздниками, которые можно только представить. Я, по сути, в общем-то, я думаю, как вы уже заметили, ваша публика заметила, оптимист. Я смотрю на ситуацию и думаю, что, несмотря на то, что может произойти в окружающем мире, мы можем добиться успехов, мы можем улучшить нашу собственную ситуацию. И, например, вместо того, чтобы надеяться на какую-то власть, я размышляю о том, что мне нравится иметь какое-то влияние. И я стараюсь использовать свое влияние для того, чтобы помочь другим, ознакомить людей о том, что происходит. И как мне очень понравилось, как сказал один из моих гостей, Игорь Айзенберг, он сказал, просто пытайтесь делать добрые вещи. Я думаю, что это очень важный посыл и хороший посыл для нашего Нового года. Давайте просто пытаться делать добрые вещи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Юрий Рашкин был с нами в эфире, автор канала «Рашни Репорт». Я обязательно ссылку на этот канал укажу в описании этого видео для тех из наших зрителей, кому будет интересно посмотреть на канал нашего сегодняшнего гостя. Я там недавно тоже, кстати, побывал, было довольно интересно пообщаться. Дамы и господа, огромное спасибо за то, что вы нас посмотрели. Я понимаю, что немножко поздновато мы выходим в эфир вот в эти дни. Но я извиняюсь, я работаю еще и на другом канале, и поэтому выхожу в эфир после того, как я закончу работу там. Я надеюсь, что вы будете продолжать общение и будете обсуждать то, о чем мы сегодня говорили. Каждый из наших гостей выражает свое мнение. И я тоже выражаю свое мнение время от времени. Поэтому давайте относиться к этому с уважением. Я очень-очень эмоционально реагирую на любые нападки в адрес наших гостей. Я говорю не конкретно о сегодняшнем госте, ничего такого, к счастью, я не видел. Но имейте в виду, если я человека приглашаю в гости, этот человек пришел к нам в дом. Не только в мой, но и в ваш тоже. Потому что вы наша публика, да? Мы приглашаем человека в гости. То есть гостеприимство еще никто не отменял, особенно в нашем регионе. Я надеюсь, что вы будете к этому относиться с определенным уважением, которое, наверное, требует правила приличия. И я вам очень благодарен за то, что вы вечером оставили все свои дела и нас смотрели. Я понимаю, что мы конкурируем с огромным количеством медиа. Вам есть что смотреть, есть чем отвлечься. А вот вы выбираете прийти и послушать наш канал. Гигантское вам спасибо за это. Честное слово. Говорю это не для галочки, а потому что я реально так это чувствую. Мы этот канал подняли с нуля. И с нуля мы дошли до каких-то небольших, маленьких, но все же высот. И это все благодаря вам. Огромное спасибо нашей публике. Спокойной ночи и до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok